Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Будни». О событиях этого дня расскажут корреспонденты Бийского телевидения и я, Евгений Плохотин. Вот лишь некоторые темы этого выпуска. Внесено представление на имя главы. Городская прокуратура взяла на контроль ситуацию с подтоплением сквера Нагорный. Новая причина и почему в Бийске не могут открыть второй травматологический пункт на вопрос, ответил министр здравоохранения Алтайского края. Рыбаки ловили рыбу, а рыбаков поймали правоохранителем. В Бийском районе задержали браконьеров. Орудия лома конфискованы. И снова запылили. Жители Бийска сняли на камеру мобильного телефона, как коммунальные службы проводят уборку дорог в центральной части города. Людям даже пришлось закрывать окна. Вот так чистят у нас дороги в Бийске. В частности, на улице Короленко, напротив дома 27. Водой-то полить, конечно, не судьба сначала дорогу, прежде чем мести тракторами. Ситуация была накануне. И, как нам стало известно, таким способом проезжую часть от смёта убирали представители компании «Дорожник». С этой организацией мэрия подписала контракт на обслуживание дорог, в том числе в восточной части Наукограда. В управлении жилищно-коммунального хозяйства пояснили, что подрядчику уже сделано замечание. Отметим, что в нашем городе подобные инциденты происходят регулярно. Прокуратура Бийска взяла на контроль ситуацию с затоплением сквера Нагорный, который в прошлом году построили в рамках национального проекта. В адрес главы города Александра Студеникина внесено представление. Сейчас в администрации должны решить, как исправлять недочеты. А тем временем возникшие проблемы мешают ландшафтным дизайнерам провести начатые ещё осенью прошлого года работы по озеленению общественной территории. Подробности расскажу вам прямо сейчас. Ещё недавно на этом месте была огромная лужа. Пройти по прогулочной дорожке можно было разве что в высоких резиновых сапогах. Пока бийчане и гости города искали обходные пути, водную гладь на велосипедах рассекали местные жители. Сквер Нагорный построили в прошлом году. Общественная территория со смотровой площадкой обрела популярность. Но то, что весной часть сквера может оказаться затопленной, бийчане не ожидали. А вот строители и проектировщики предполагали. Изначально проектом было предусмотрено, что мы идём по существующему рельефу. Но в итоге, как видим, не получилось обойти эту яму. То есть со всего парка, со всех домов, со всей школы, со всей дорог, вся вода оказалась у нас в нашей яме. В конце мая прошлого года глава бийска Александр Студеникин и депутат Государственной думы Александр Прокопьев приехали на объект посмотреть, как продвигаются работы. Тогда же говорили и о возможном подтоплении сквера. Но речь шла о другом участке. Выводить, поднимать и здесь получится ображек, да, вот такая вот застойная зона. Но здесь тоже немного придётся чуть-чуть, я думаю, приподнять, чтобы не было. Здесь болота у нас не было. Иначе это потом здесь всё будет. Сейчас, то есть это вот прям буквально должны, так, чего на конец, в понедельник, вторник нам должны проектировщики отдать уже здесь и продумать и ливнёвку. Если не продумать, и как раз вот с этим местом они должны продумать. Но изначально, я думаю, решение было, чтобы не поднимались. Да нет, по-другому никак. Тут тогда у нас ещё, тут у нас кроме спортивной площадки, бассейн тогда получится. Спустя пару дней на месте провели выездное совещание. Сошлись на том, что строить ливнёвку не нужно. Необходимо лишь поднять уровень пешеходной дорожки, что и было сделано. Здесь водоотвод нужен хоть как. Тем более, здесь ливнёвка, она вот, она рядом идёт. Вот, отведи воду, и всё, вся вода будет уходить. Просто этого не делается, и всё. Подтоплением сквера заинтересовались сотрудники городской прокуратуры. Уже проведена проверка, а в адрес главы внесено представление. Благоустройство, указанное общественной территорией, проводилось в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда». В ходе проверки прокуратура установлена, что в зимний период администрация ненадлежащим образом выполнялись работы по благоустройству территории парка. С целью устранения выявленных нарушений в адрес главы города внесено представление, которое в настоящий момент находится на рассмотрении. Данная тема находится на контроле ведомства. Теперь город администрации предстоит сформировать комиссию и провести тщательное обследование территории сквера. Каким образом будут устранять выявленные нарушения, станет известно позже. Как и то, кто этим займётся, а самое главное, кто за это заплатит. Пока же, как заявили в прокуратуре, цель национального проекта в полной мере не достигнута. Никаких преград и препятствий на пути у отдыхающих быть не должно. В мэрию Бийска мы направили официальный запрос. И здесь важно не медлить. Из-за водного коллапса в сквере пока не могут быть продолжены работы по озеленению, которые начались ещё осенью прошлого года по инициативе депутата Государственной Думы Александра Прокопьева. Мы, собственно, занимались вот этой частью парка, вот то, что тут сзади меня. То есть мы расчистили, вот эту старую растительность убрали, и посадили новые деревья-кустарники и посеяли траву. То есть трава уже всходит помаленьку. Но то есть вот эти вот молодые все эти деревья, вот это вот как бы наша работа. Осенью высадили деревья порядка 30 различных пород. Есть дубы, рябины, липы, сирень амурская, венгерская, а также ели и сосны. Все они успешно перезимовали, и вот-вот уже появятся первые зелёные листочки. О дальнейших планах по озеленению сквера Нагорный, который стал местом отдыха не только жителей, но и гостей города, мы ещё расскажем, как и о том, чем же завершится дело с водоотведением. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий, Будни. В прошлом году помимо сквера в Нагорной части Бийска, в рамках национального проекта «Городская среда» отремонтировали парки и в других районах. Наша съёмочная группа побывала и на этих общественных территориях. Площадь перед городским дворцом культуры, фонтан, парк в прошлом году тоже были реконструированы в Бийске на федеральные деньги. Здесь, как рассказывают горожане, после зимы всё в порядке. Вода нигде не скапливается, элементы на месте. Общественная территория в посёлке Котельщиков. В этом парке тоже с удовольствием прогуливаются местные жители. С проблемами люди не столкнулись. Разве что немного на детской площадке поорудовали, скорее всего, несовершеннолетние вандалы. Ну а в остальном претензий нет. Парк достаточно неплохой, но достаточно быстро его ломать начали. А что именно ломают? Ну там буквы висели, бублики для малышей помладше. Качели уже. Ну пройдёте там, увидите. Там прям пластик весь разломанный, исписанный. Да всё нормально, хорошо. Ну и сейчас ли вы довольны, что здесь у вас появилось место, куда можно прийти с ребёнком, да? Конечно. Здорово. Что-то тут сломали или украли. Ну я как посмотрела, вроде фонари целые были, не нашла что-то такое. Потом смотрю, не было качели. Может качели снимали, но потом смотрю, опять висят, повешали. А сейчас уже вроде как всё нормально. В общем, здорово. Да, все довольны. И детей всегда очень много. А уже на этой неделе, 15 апреля, стартуют голосования за объекты, которые благоустроят в Бийске в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жильё и городская среда». Как поясняют в администрации города, благодаря онлайн-голосованию, бийчане смогут повлиять на то, какие же территории будут отремонтированы в следующем году. Сообщается, что в нашем городе в голосовании за благоустройство в 2023 году будут участвовать 16 общественных территорий. Но их список пока неизвестен. Вы смотрите информационную программу «Будни». Мы продолжаем. Вот о чём мы расскажем дальше. Новая причина и почему в Бийске не могут открыть второй травматологический пункт на вопрос ответил министр здравоохранения Алтайского края. Рыбаки ловили рыбу, а рыбаков поймали правоохранители. Все в Бийском районе задержали бракантеров. Орудия лова конфискованы. Весь апрель ловите скидку. Минус 20% абсолютно на все куртки. Ермак, Митрофанова 35, остановка вокзал. Компания Теплэка. Единственный российский производитель подобных энергоэффективных обогревателей на основе кварцевого песка высокой степени очистки. Обогреватель Теплэка работает по принципу русской печи. Быстро нагревается, а затем долгое время отдает тепло, не потребляя электроэнергии. При использовании терморегулятора потребление всего 2,5-3 кВт в сутки. Высокий КПД. Обогреватель Теплэка не сушит воздух и не выжигает кислород. Может быть использован для квартир, заградных домов и других помещений. Абсолютно пожаробезопасен. Выбери свой обогреватель Теплэка. Приобрести его можно в городе Биск, улица Мопровский переулок, дом 36. Город Барнаул, улица Папанинцев, 109. Пожизненная гарантия. Включил и забыл. Европейское качество для русской погоды. Весенняя коллекция обуви от белорусских производителей. От 1600 рублей. Фабричное производство. Высокое качество по разумным ценам. С 12 по 17 апреля в городском дворце культуры. В эфире «Будни» и мы продолжаем. Проблема, как оказалось в кадрах, министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов ответил на вопрос, планируют ли во второй горбольнице Биска возобновить работу травматологического пункта. Речь об открытии кабинета, куда жители Приопской части могли бы обращаться с различными травмами, идет вот уже на протяжении почти двух лет. И всегда находятся разные доводы. На этот раз, пояснили в региональном Минздраве, остро стоит вопрос со специалистами, которых попросту нет. Основная, наверное, проблема сегодня не в ковидном госпитале, действительно, а в отсутствии кадров, которые в Биске у нас, по сути дела, в части травматологии и ортопедии, представлены единичными специалистами. Те специалисты, которые ранее работали во второй городской больнице, возраст, пенсионный, сегодня они не готовы вернуться на работу именно в травмпункт. Поэтому мы ищем молодые кадры, которые могли бы оказывать эту помощь во второй городской больнице. Поэтому от этих планов мы не отказываемся. Основная задача сегодня – это кадры найти их. Добавим, что ранее открытие травматологического пункта на базе второй городской больницы тормозило лицензирование после открывшейся на базе медучреждения ковидный госпиталь. Сейчас, в принципе, открыть кабинет готовы, но нет специалистов, которые будут оказывать помощь. В настоящее время в Бийске работает единственный травматологический пункт на базе центральной городской больницы. За сутки, как рассказали в региональном Минздраве, там принимают больше полусотни пациентов, и никакого напряжения нет. Однако, учитывая расположенность города и его протяженность, в Наукограде необходим второй травмпункт. Об этом в том числе и говорил и глава Бийска Александр Студеникин. Не может быть в городе с численностью населения больше 200 тысяч человек, с медицинским округом больше 400 тысяч человек одна травма. Но есть такая обычная, нормальная, размеренная жизнь. Кто-то сломал руку, ногу, обратился. А есть ситуации пиковые. Травма должна быть. Помощь должна оказываться не только на одном конце города, но еще и на другой. Причем с максимальной численностью проживания жителей. Теперь о ковид-статистике. Здесь по-прежнему наблюдается снижение числа новых случаев инфицирования. Так, за минувшие сутки, по данным оперативного штаба, в регионе результат теста на коронавирус у 170 человек оказался положительным. В Барнауле 41 новый случай инфицирования. В Бийске 13 заболевших. Двое в Зональном районе, по одному в Бийском и Смоленском районах. На сегодняшний день на лечение в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 546 человек. Кроме этого, 50 пациентов с подтвержденной вирусной пневмонией, очень схожей с COVID-19, проходят лечение также в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных 135, из них на аппаратах искусственной вентиляции легких 51. За сутки в регионе скончались 8 человек. Выздоровели 410 пациентов. В Бийском районе в ходе рейда задержали браконьера. Полицейские и сотрудники рыбоохраны в настоящее время инспектируют реки. Накануне на одной из них был задержан сельский житель. Мужчина добывал улов запрещенным методом. В ходе осмотра места происшествия участково-уполномоченной полиции изъял 25 незаконно выловленных щук и 9 браконьерских орудий лова. Ущерб, нанесенный государству, составил 23 125 рублей. В действиях сельчанина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме этого, в ходе мероприятия инспектор рыбоохраны составил 6 административных протоколов за нарушение гражданами правил рыболовства. Кроме этого, в ходе проведенного рейда инспектор рыбоохраны составил 6 административных протоколов за нарушение правил рыболовства. Сотрудники полиции напоминают, что на территории Алтайского края запрещено ловить рыбу с помощью сетей. Кроме того, уже со следующей недели, а именно с 20 апреля, на реке Опь вводится нерестовый запрет. В это время желающие полакомиться свежей рыбкой смогут ее ловить только с берега и только на удочку, а на леске должно быть не более двух крючков. А теперь к новостям спорта. Бийский спортсмен успешно выступил на первенстве Сибирского федерального округа по боксу среди юниоров 17-18 лет. Соревнования прошли в Новосибирске. За награды сражались порядка 140 спортсменов из восьми округов в составе сборной Алтайского края выступил единственный представитель бийской школы бокса Анатолий Усманов. Спортсмен тренируется под руководством Владимира Мурачева в спортклубе «Бригантина». На соревнованиях Усманов провел три поединка весовой категории 57 килограммов. В двух одержал уверенные победы, ну а в полуфинале в равном бою уступил сопернику из Новосибирской области. В итоге бийчанин стал бронзовым призером первенства Сибирского федерального округа. Как отмечают представители федерации бокса Бийска, для нашего города это достойный результат. Проверено временем. В Бийск приехала ярмарка белорусской обуви. Она работает в городском дворце культуры. Здесь вы сможете приобрести весенние ботинки по приемлемым ценам. В такой обуви вы сможете порхать по любым дорогам. Она создана для повседневной носки и будто специально для вас. Многие бийчане уже давно оценили качество пошива белорусских фабрик. Эта обувь простая и в то же время стильная. Но главное ее достоинство – комфорт. На ярмарке вы найдете весенние ботинки для мужчин и женщин с разным типом ног. При пошиве обувщики учли основные проблемы покупателей. А потому выпирающие косточки, полнота и другие особенности уходят на второй план. А вот легкость в каждом движении станет главной причиной, по которой стоит выбрать именно эту обувь. В обуви комфорт-класса вы сможете почувствовать себя прекрасно и непринужденно. Мягкая гнущаяся подошва, современные материалы позволяют шишечкам укладываться спокойно и комфортно. Приходите к нам. Мы обязательно подберем обувь на ваши проблемные ножки. Ярмарка будет работать в Бийске до конца этой недели. Приходите за обновками с 10 утра до 6 часов вечера. Первый этаж городского дворца культуры. Ну и пришло время рассказать о погоде. 13 апреля в Бийске будет ясно. Ветер восточный слабый. Он сменится с северо-восточным. Атмосферное давление очень высокое. Влажность воздуха к вечеру будет пониженный. Небольшая геомагнитная буря. Ну и о температуре ночью плюс 1, плюс 3. Днем достаточно тепло. Плюс 11, плюс 13. Что ж, это все новости на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам приятного завершения этого вечера. Будьте здоровы. Ну и, конечно же, друзья, несмотря ни на что, улыбайтесь чаще. Мы напоминаем, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях, в группах «Бийск мой город», на каналах YouTube, Рутуб, а также на сайте газеты «Бийский рабочий» bivwork.ru. Всего доброго, счастливо, пока. Еще увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!